к нам когда приезжают ребята на обучение в нашу академию заточки они покупая оборудование то есть но это было до нашей сегодня презентации то есть они всегда спрашивали а можно ли сделать так что вот я приехал и приобрел все то самое необходимое то есть все то максимально укомплектованное чтобы я мог работать прям вот достав все это из коробки до установив своей мастерской удобный для себя стол и сегодня мы хотим презентовать именно базовый набор по заточке бытового инструмента здравствуйте уважаемые заточники все кто интересуется заточкой здравствуйте уважаемые будущие заточники и те кто уже заинтересовался заточкой мы вас приветствуем с вами владимир сидоренков владелец студии заточки адемс городе самара преподаватель международной академии заточки адемс и я эдуард маркин совладелец компании адемс кратенько где мы находимся мы находимся в международной академии заточки куда вы можете приехать получить профессию заточник и соответственно реализовать себя в этом на этом поприще более подробно смотрите будет ссылка в описании о том как это выглядит владимир чем примечательно это место тем что здесь у нас расположены все станки которые представлены которые придуманы и реализованы компании адемс на них мы производим обучение наши ученики приехав в нашу академию заточки получают и обучение в парикмахерском и в маникюрном и в бытовом мы представляем компанию адемс она существует с 2010 года владимир вместе с нами с 2012 года он является преподавателем академии заточки компания адемс производя станки ориентируется всегда на на ваши отклики на ваши отзывы на потребности рынка для того чтобы создавать то качество которое бы удовлетворило многих и особенностью изюминкой мы об этом много говори сейчас разных изюминках каждого станка но в общем я хочу сказать следующее что ручной заточки могут научиться затачивать там может быть два может бы четыре человека из десяти хорошо и качественно с помощью механизированных наших станков с манипуляторами со всеми опционами с функциональными элементами могут по нашей статистике и стать заточниками 8 9 человек из десяти это гораздо проще период освоения кто-то это будет вручную набивать ну не за этом 10 10 месяцев полгода а выпускаясь из академии заточки с механическими манипуляторами научившись работать вы можете уже практиковать коммерческую заточку через две недели но сегодня мы хотим презентовать именно базовый набор по заточке бытового инструмента я хотел бы рассказать по поводу нашего оборудования которое здесь представлено на столе то есть это наш замечательный станок тесар то есть это ленточный шлифовальный станок лента 915 миллиметров длины 50 сантиметров ширины у него есть частотный преобразователь который дает возможность регулировать скорость вращения ленты также и также он может еще давать обратное вращение ленты аверс реверс да да мы обязательно это сейчас покажем да эдуард хорошо что ты мне напомнил об этом да мы также покажем как переключать ленту из вращения от режущей кромки на режущую кромку то есть также здесь идет у нас поворотный столик то есть он идет в базовой комплектации здесь мы предлагаем ну если мы сейчас уже говорим про полную комплектацию то есть что мы предлагаем мы предлагаем ленты не только мелкозернистые то есть что я подразумеваю смотрите сколько их много Да, что я подразумеваю под мелкозернистыми лентами, то есть, например, это может быть лента, как сейчас я достаю, это 240, а внутри, точнее, вот она, допустим, это 40, то есть P40 и P240, ну, как бы разница ощутимая. Вот, почему мы предлагаем такой большой объём этих лент, то есть, для чего он нужен, для того, чтобы вы могли работать на этом станке как с заточкой топора, так и с заточкой какого-то, ну, более такого претензионного инструмента, то есть, например, это бытовой нож. Вот, то есть, здесь ленты представлены зернистостей уже P700, P320, вот, то есть, мы перекрываем, так как мы ещё раз говорим, да, мы работаем с базовым набором, мы перекрываем все потребности по зернистостям лент. Это, что касаемо лент. Также у нас представлены ленты Scotch Bright, это ленты, которые участвуют уже в полировке, в нанесении сатина, то есть, когда мы восстанавливаем, допустим, ножи от ржавчины, ну, или нам просто приносят их недополированные, то есть, у нас сейчас есть такие товарищи, которые, ну, обращаются к нам и говорят, вот, мне не понравилось, как был заполирован нож. Вот, то есть, для этого у нас есть ленты Scotch Bright, которые мы можем восстановить и вообще, в принципе, даже изготовить нож. Также у нас есть лента, вот такая вот белая, красивая, на неё наносится она без зерна, то есть, если Scotch Bright у нас имеет зернистости, начиная там P150. Они даже выделены различными цветами, уже не спутаешь. То есть, у нас есть P150, у нас есть P240, есть P зернистость 400 и P600. Ну, то есть, это самый оптимальный вариант, который мы уже на практике поняли, что вот, ну, как бы это то необходимое, что вам будет нужно в заточке. Да, и также вот у нас есть белая лента, на которую она без абразива, то есть, мы на неё можем уже наносить разные фракции паст, то есть, начиная как алмазными, так можно и, допустим, не алмазными пастами, там, эльборовыми, то есть, полировальными пастами. То есть, чем замечательен наш станок ADEMS TESAR? Тем, что мы можем его по возможности опускать вперёд, либо опускать назад, то есть, фактически, убирая вот этот вот поворотный столик, то есть, ну, как бы здесь вот этот вот винт мы откручиваем, убираем поворотный столик, и если вам необходимо, вы можете его наклонить, вы можете его наклонить, убрать площадку, то есть, можно делать как ленту в провис, в провис, да, её использовать, вот, так её можно использовать и с этой площадкой. То есть, ну, это мы специально расслабили, чтобы это показать, так, здесь есть два винта, где шкив расположен, его можно зафиксировать. То есть, здесь у нас на магнитах, да, вот эта вот боковая часть защитного кожуха, то есть, мы его убрали и делаем быструю-быструю смену абразивных лент. То есть, ну, я сейчас его просто уберу назад, чтобы он мне уже не мешал. Вот, далее, то есть, у нас представлено приспособление для удержания топоров, также мы сейчас покажем, как с ним работать в базовой комплектации. У нас представлен набор, набор, который идёт, да, это направляющая для скольжения, то есть, куда мы устанавливаем нож, выставляем угол с помощью угломера, угломер у нас тоже включен в комплектацию, и мы, выставив необходимый угол заточки, начинаем её производить. Вот, то есть, это у нас вот такой вот набор. Далее у нас идёт набор для заточки полировальных, точнее, для заточки фуганков, для заточки прямых ножей. То есть, вот здесь я, да, Эдуард, вот мне помогает, то есть, вот здесь вот я, ну, зафиксировал, сейчас мы это тоже продемонстрируем, ну, коротенький нож, то есть, 100 миллиметров. Вот, это, что касаемо электрофуганков прямых ножей, по нашей практике, исходя из нашей практики, то есть, максимальная длина ножа 350 миллиметров, но это, которая будет качественно заточена. Также мы предлагаем вот такие три направляющих, которые устанавливаются вот сюда. Это для округлых стамесок, это для диагональных, ну, то есть, если, да, косые стамесочки, вот, и это у нас идут прямые стамески. То есть, также вот это всё идёт в комплекте. То есть, вы можете, используя вот эти вот шаблоны, делать качественную заточку. Ну, понятно, шестигранный ключ, четвёрочка. Что вот это за зверь? Что это за зверь? У нас он в каталоге называется полировальный станок ТМ. Ну, ТМ это... ТМ, что это? Это производитель сокращенно этого данного станка ТМ. Отлично, ТМ, всё, мы определились. Ну, то есть, чтобы наши будущие заточники могли это в каталоге найти. То есть, чем примечателен этот станок? У него есть регулировка вращения от 800 до 10 тысяч оборотов. Здесь будут в штатной комплектации так называемые морковки. То есть, это вот такие вот оси с нарезанной резьбой. То есть, здесь у нас идёт правая резьба, здесь левая резьба. И для того, чтобы нам, допустим, сменять тот же полировальный круг, нам всего лишь достаточно свернуть этот круг с резьбы. То есть, положить его куда-то, спрятать, поставить другой круг, ну, если у нас несколько паст. Но в данном случае мы первично предлагаем вот такую вот пасту Люксор. Она у нас идёт по зернистости 0,1 микрон. То есть, это как раз позволяет, работая на станке ТИСАР, затачивая ножи, доходя до необходимого, до оптимального зерна лент, когда у нас вытягивается заусенец, то здесь мы его устраняем. Это муслиновый круг, белый, то есть, самый мягкий. И вот с левой стороны мы также предлагаем скотч-брайт, ну, то есть, кружочек скотч-брайт, зерно P180. Это тоже оптимальное зерно, которым можно устранять ржавчины, то есть, какие-то там повреждения, ну, опять же, на клинке, на топоре, то есть, ну, на топоре, да, на любом бытовом инструменте. Вот. Его мы в заточке не используем, больше это наш, как бы, помощник в зачистке поверхностей металла. Вот. Здесь идёт щёточный мотор, то есть, здесь 350 Вт. Он, прям, вот, ну, неотъемлемая часть нашего станка ТИСАР. Далее, станок ПРО-2. Станок предназначен для заточки большого количества инструментов. Некоторые представители данного инструмента здесь представлены. Например, здесь секатор, ножницы по металлу. Ножницы по металлу. Мы уже говорили о том, что вот у нас есть приспособление для заточки топоров, но это уже на станке ТИСАР устанавливается. Покажем, как это всё делается. Вот. Ножи, ножницы. Например, портные, садовые, бытовые ножницы очень прекрасно затачиваются на этом станке. Чем же, что ещё в комплектацию входит данного набора, это устройство для профилирования, выравнивания кругов, устроения биения, так называемый ADEMS HELPER. Вот. Далее будем демонстрировать. Круги. Круги алмазные. Алмазные. Значит, здесь у нас идёт профиль 1FF1. Здесь у нас идёт профиль тоже 1FF1. Ну да, но только у них размеры сразу два алмазных круга. Можно я поясню прям очень коротенько, почему мы выбрали именно вот эти вот два профиля. То есть здесь у нас идёт ширина, точнее, если правильно языком техническим говорить, высота круга 3 мм, здесь идёт 6 мм. То есть почему 3 и почему 6? 6 у нас подходит для вогнутой режущей кромки секатора, и также он подходит для вогнутости на... То есть здесь вот эта режущая кромка? Нет-нет-нет, для вогнутой, для серпа, вот для этого, вот для этой части. То есть она вогнутая, это выпуклая получается. Вот, то есть у нас получается он подходит для вогнутой режущей кромки секатора, когда мы вот затачиваем вот это серповидное полотно, и также для серейтерных ножей. То есть это хлебные ножи, то есть для заточки серейтерных ножей. 3 мм мы установили, точнее включили в комплектацию. Да, спасибо. Мы включили в комплектацию для того, чтобы мы могли также делать углубления на серейтерных ножах, потому что они бывают меньше, чем 6 мм. И также мы можем восстанавливать или же наносить так называемую дульку. Это разделение начала режущей кромки и тело клинка металла, где установлена ручка ножа. То есть если вы обращали внимание, на некоторых ножах есть вот такие вот углубления. То есть это как раз вот 3 мм, но по факту это такой более универсальный круг. И этот в принципе тоже. Вот я что хотел рассказать. Спасибо, Володь. К ним, да. Да, здесь значит на станке установлены 2 профикса. Еще идет третий в комплекте. У каждого станка есть дополнительные демпферы, устанавливающиеся под винты. И для снижения биения и вибрации масло для смазки инструмента. Далее поговорим немножко более подробно об этом станке. Чем же он так примечателен? Казалось бы, с внешней стороны, издалека, он кажется обычным точилом. И многие говорят, что вот взяли точилу и, соответственно, продают его как профессиональный станок. На самом деле это и есть профессиональное решение. Это глубоко модернизированный, переделанный станок. С чем же его модернизация заключается? То есть, да, мы берем... Можно я внесу комментарий? Да, да, да. Ты сейчас сказал, что многие считают, то есть многие как раз таки и считают, что мы берем обычное китайское точило и предлагаем его как по функционалу профессиональный станок. Но на самом деле... Продолжаем. Да, на самом деле мы действительно превращаем это в профессиональное чудо техники. И каким образом? То есть, этот двигатель по приходу... Ну, во-первых, у нас есть очень подробное видео о нашем канале ADEMS, о том, что мы делаем с этим станком, где подробности рассказывается. Но вкратце я вам расскажу, что двигатель полностью разбирается, меняются дешевые подшипники, ставятся на более качественные подшипники. Дальше растачивается вал, устанавливаются профиксы, вот, переоборудовается, переделывается электропроводка. Переходник для установки профиксов, то есть, это уже как идёт монолит. Вот он, он ставится на вал. Да, соответственно, шлифуется, растачивается вместе с валом, что исключает биение. И мы потом объясним, зачем нужен профикс и почему мы так сильно заморачиваемся. Вот, он установлен на станине. Сюда устанавливаются дополнительные переключатели. В базовой комплектации там просто включение-выключение. С задней стороны станка имеется штекер подключения, вот так вот он выглядит, штекер подключения частотного преобразователя. То есть, мощность двигателя 300 Вт. Частотный преобразователь, подключив его к станку, меняет частоту вращения. Здесь вот всё это вручную можно выставить. Вращается он в одну сторону. Ну и, соответственно, на более низких оборотах он не теряет мощность. Ну и, соответственно, придавливая инструмент, вы можете не переживать за его качество. Дальше. Благодаря вот этим переделкам мы увеличили работу двигателя до нагрева, до когда ему нужно остывать, с 20 минут до полутора-двух часов. Соответственно, он может уже более относиться к более профессиональной серии. На данной плите установлен манипулятор трёхколенный. То есть, данный манипулятор, он, в принципе, внешне уже выпускается практически до 12 лет, но каждый раз мы что-нибудь сюда добавляем. Теперь у нас здесь добавилась регулировка по высоте, микро-регулировка по высоте, если вам нужно поймать точно определенный угол и помочь в заточке. Каждое колено соединено через подшипники. Сам держатель выполнен и манипулятор выполнен из алюминия. Здесь есть маркировка для заточки и для полировки инструмента. Для заточки ножниц здесь есть шкала, где вы можете чётко и правильно выставить угол для заточки бытовых портных ножниц. Далее. На станке имеется отверстие, куда мы устанавливаем дополнительное оборудование в виде хелпера. Потом покажем, как он делается. И вот это всё превращает эту машину в очень хорошего помощника, в очень хороший инструмент для вашего заработка. И напомню, для чего мы всё это сделали. Мы до сих пор, каждый день, даже сегодня, снимаем для вас всё это. Мы всё время думаем, что бы сюда добавить, чтобы вы, получив этот набор, занимались только заточкой и не думали о том, чтобы бежать на какой-то рынок, читать какие-то обзоры, где-то у кого-то что-то спрашивать, какую там ленту поставить, какой элемент сюда внедрить. Здесь всё сделано для заточки порядка 25 инструментов. Здесь вот только краткий, а можно затачивать очень много инструментов. И мы вот сейчас всё это вам отдельно расскажем. Можно попробовать перечислить? Попробуйте. К примеру, мы можем здесь затачивать выемку для теста, нож бытовой, нож складной, нож охотничий, топор, ножи японские, ножи с односторонней заточкой для суши, прямые ножи, то есть ножи для электрорубанков, ножницы портняжные, канцелярские, хирургические, ножницы по металлу, ножницы для флористов. Хирургический сказал, они есть прямые, они есть изогнутые. То есть, что мы здесь ещё можем делать? Мы здесь можем делать, установив алмазный круг с профилем 1А1, затачивать керамический нож, потому что многие спрашивают, а как, а что, а они, оказывается, затачиваются, да, и это можно делать. Вот. И также я ещё хотел сказать, дополнить вот то, что сказал Эдуард. Мы даже сюда включили шарошку, которая обрабатывает вулканитовый круг, то есть круг именно для полировки. Почему мы сделали именно таким образом? К нам, когда приезжают ребята на обучение в нашу академию заточки, они, покупая оборудование, то есть, ну, это было до нашей сегодня презентации, то есть они всегда спрашивали, а можно ли сделать так, чтобы вот я приехал и приобрёл всё то самое необходимое, то есть всё то максимально укомплектованное, чтобы я мог работать, прям вот достав всё это из коробки, да, установив своей мастерской, удобный для себя стол, и вот всему тому, чему вы меня научили, да, вручили мне тетрадь, да, мы сейчас в нашей академии заточки выдаём тетрадь, где весь алгоритм заточки заполнен, и исходя из этого алгоритма, то есть человек может затачивать вот эти вот все инструменты, которые я перечислил. И вот для этого мы собрали этот мощный, этот технически наполненный набор, чтобы вот прям, как говорится, комар носа, да, не подточил. Ну да, есть, конечно, всегда есть к чему стремиться и можно наращивать. Вот если обратить внимание, у нас здесь очень много различных станков, приспособлений, это только малая часть того, что мы производим, поэтому всегда можно стремиться к другому инструменту, можно расширять и этот набор, добавлять что-то ещё, и это действительно можно. То есть мы говорим, что это базовый набор, который необходим для точки бытового инструмента. А, например, из опыта работы Самарской Академии Заточки Адемс, Владимир, вот не даст соврать, через те руки, которые проходит весь этот инструмент, на сегодняшний день в процентном соотношении это больше 50% уже приходит бытового инструмента. То есть затачивая парикмахерский, маникюрный и различный другой инструмент, бытового всё-таки больше. И, соответственно, если вы сделаете упор на то, чтобы взять этот сектор, а этот сектор, кстати говоря, берут немногие. Все ориентируются на маникюрку, на парикмахерку, углубляются куда-то. Но эта аудитория людей, простых людей, она недооценена. И поэтому 50% вот здесь, в Самаре, это заточка бытового инструмента. Ещё хотел добавить, у нас есть в ассортименте нашей компании в продаже вот такие вот станки. Вы видите на заднем плане, что у нас есть здесь вытяжные системы, есть специальные углубления, отверстия. Здесь мы ещё, конечно, уже где-то на 95% всё это уже продумали. Всегда есть предмет совершенствования. И таким образом, сразу, производя станки, мы делаем специальные отверстия, углубления, вырезы, окошечки, вот здесь вот есть, чтобы вы не дышали этой пылью. И эта пыль собиралась в вытяжную систему. Соответственно, стол плюс вот такой стол, вот профессиональные станки, плюс защита ваших лёгких зрений и всего остального, которые собирают дополнительную пыль, поможет вам зарабатывать деньги с комфортом. То есть, подытожив, точнее, не подытожив, а немножко, ну, хочу свою лепту внести. То есть, для того, чтобы сейчас вы, покупая станки, приобретая набор, либо отдельно по отдельности каждый станок, компания ДЭМС с моей подачи начали модернизировать станки для установки вентиляционных патрубков. То есть, да, и также мы предлагаем решение по самой вентиляции. Поэтому, ну, если там, например, пять лет назад мы работали и наша мастерская была как ёжик, да, то есть пальцем проводишь и грязь как бы всё, ну, точнее, пыль, а именно вот эта взвесь, она самая вредная, то сейчас мы стали также заботиться о том, чтобы, вот как сказал Эдуард, вот здесь вот делается выемка под 150 миллиметров и вы можете легко высверлить в столе отверстие, то есть подключить туда вентиляционный вент-канал и там, как бы, да, с помощью вентилятора, то есть соорудить вытяжку, потому что мы всё-таки заботимся о вашем здоровье и мы заботимся, ну, и о своём, также в первую очередь, так же, как и о вашем. Практический обзор заточки инструмента мы начинаем со станка ADEMS TESAR, входящий в состав базового набора заточки бытового инструмента. Для того, чтобы нам заточить нож, нам нужно убрать поворотный столик, установить упор, использовать мы будем три ленты компании 3M, также потом, перед началом заточки мы настроим вращение с помощью частотного преобразователя, я готов приступить к этому. Для того, чтобы нам использовать в нижней части вытяжку, нам необходимо устранить вот эти заглушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы нам заточить стамеску, мы устанавливаем столик для заточки стамесок. Нам необходимо будет две ленты, настройка частотного преобразователя, и мы будем готовы заточить стамеску. Для того, чтобы нам соблюдать технику безопасности, а именно правильно настроить вращение ленты, для этого мы используем настройки частотного преобразователя. Я вам обязательно это покажу, потому как для заточки ножей мы работаем от режущей кромки, то есть у нас вращение идет по часовой стрелке. Для заточки топоров, ножей, лопат, ну и то есть садового инвентаря мы делаем вращение ленты против часовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для того, чтобы нам заточить прямые ножи для электрорубанков, нам понадобится столик, который мы используем для стамесок и в том числе для заточки ножей для электрорубанков, пластина для скольжения, сам держатель, две ленты, ну и также я покажу, как настраивать частотный преобразователь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы нам заточить топор, нам необходимо держатель. Для удержания топора нам нужен упор. Для скольжения этого держателя нам нужны две ленты. И нам нужно осуществить настройку частотного преобразователя, чтобы лента вращалась против часовой. Второй станок в базовом наборе для заточки инструмента – станок ADEMS PRO 2. Сейчас мы вам покажем его в действии. Для того, чтобы нам заточить портняжные секаторы или же ножницы по металлу, нам необходимо почистить круг от металлического абразива. Для этого мы используем хелпер и алмазный карандаш. Сейчас я покажу, как это сделать. Станок PRO 2 оснащен системой PROFIX для быстрой смены абразива без каких-либо дополнительных настроек. Для того, чтобы заточить полотно секатора с выпуклой режущей кромкой, нам необходим круг электрокорун. Зерно F180, высота 13 мм. Для того, чтобы заточить полотно с вогнутой режущей кромкой у секатора, нам необходим алмазный круг с профилем 1FF1, высота 10 мм. Для того, чтобы заточить портняжные бытовые ножницы по металлу или для флористов, нам необходим круг электрокорун. Зерно F180. Зерно F180. Зерно F180. Зерно F180. Зерно F180. Зерно F180. с высотой 6 миллиметров. Итак, уважаемые заточники, если вы хотите зарабатывать на этом виде бизнеса, если вы хотите состояться и показать в своем регионе, в городе, там, где вы будете работать истинно профессионала, то вам необходимы три условия. Первое – это правильно подобранные станки, второе – расходные материалы, соответствующие каждому инструменту, и мастерство, которое мы вкладываем в ваши руки. Приезжайте к нам в нашу Международную Академию Заточки Адемс и научитесь за 10 дней затачивать бытовой, маникюрный и парикмахерский инструмент. Ну и также много другого, о котором мы сегодня о нем не говорим. Всем спасибо, до новых встреч! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok